Продолжая рассматривать самостоятельную работу на синхронизацию, где-таки вариант пружины, в чем он будет заключаться. Сейчас мы не просто топаем, становимся в некую позицию и чуть-чуть оседаем. Из этого положения на подъеме мы наносим удар. Опять же, выбираем какой-то один удар. И по раунду работаем, допустим, все удары. Раунд один, раунд второй, раунд третий. С ножом, с палкой то же самое. Один удар. Чтобы вы могли синхронизировать именно этот удар под любую ногу. Итак, присели и на подъеме, то есть каждый раз поднимаясь, мы, в частности, бросаем джет. Когда вы поймали саму пружинку вверх-вниз, именно на движение вверх, мы начинаем работать с осями. То есть, больше на переднюю ногу, больше на заднюю ногу. У нас идет перемещение с оси, на связи посередине, левая, правая. И вот с ними работаем. По воздуху. То же самое находим при работе по пешку. Присели и пошли. Обязательно мы синхронизируем с подъемом себя вверх. Поработали в третьей позиции, поработаем в задней. Найдя синхронизацию на месте, пробуем делать это уже в движении. То есть, добавляем почти тот же стоп. Мы не просто поднялись, выстрелили, осели, выстрелили, осели. И начинаем уже ходить не на месте. Немножко стандартные перемещения, но лучше, больше разнообразия. Чтобы усугубить это положение, добавляем груз. Опять же, встали в позицию. Осели и с поворотом корпуса на какой-либо из осей мы поднимаемся. Вот фактически, до ворот корпуса это и есть наш удар. Это можно делать с грифом. Это можно делать с блином или с гибкой. То же самое. Мы осели. И добавляем перемещение. Второй вариант. Мы делаем наоборот. Как бы атака по нижнему уровню. То есть, мы стоим высоко и наносим удар на оседание. То же самое. Смещаясь с позиционного оси. Усилие, если не добавляться именно за счет падения массы, освоив на месте. Соответственно, мы начинаем это делать с перемещением. Повозу, по цели. Соответственно, пооружаем в тело с помощью грифа. Либо с помощью какого-то другого места. Соответственно, следующим этапом мы начинаем усложнять. И работаем в двух направлениях. Например, опустились, поднялись. Таким образом, пружинку мы уже начинаем сочетать. Работа по разному уровню. Чтобы еще больше усложнить. Например, работаем два удара одной рукой. Третий, другой. Например, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Либо будет сложный вариант. Ищите, ищите, пробуйте, чтобы тело не привыкало. Впоследствии это будет легче. Потому что во время боя нам не нужно будет так сложно. Мы ищем. И закончили. Но найдите синхронизацию. В данном случае именно вот этой кружинке. Приседать сильно необязательно. Небольшая амплитуда. Но именно это будет вбрасывать всю массу в удар. Пробуйте.